Доброе утро солнцу и птицам Мы отправимся путешествовать в загадочную страну математика. Как вы думаете, кто живет в этой стране? Правильно, в стране математика живут цифры, числа, геометрические фигуры, задачи и загадки. Слушайте загадку, отгадав ее вы узнаете, на чем мы отправимся в путешествие. Что за чудо этот дом? Окна светлые кругом, носит обувь из резины и питается бензином. Верно, ребята, это автобус. Но для того, чтобы отправиться в путешествие, нам нужно смастерить его. Давайте перечислим детали, которые нам понадобятся. Два круга, кубик, две прямоугольные призмы и треугольная призма. Все детали на месте. Приступим к работе. Сначала мы ставим прямоугольную призму. Затем на нее слева направо ставим треугольную призму. Кубик. Затем ставим еще одну прямоугольную призму. Слева и справа поставим два круга. Ребята, у нас получился замечательный и вместительный автобус. Теперь мы можем отправляться в путешествие. Мы едем, едем, едем в далекие края. Хорошие соседи, счастливые друзья. Нам весело живется. Мы песенку поем. А песенки поются о том, как мы живем. А вот и страна математика. Ребята, посмотрите, какая красивая поляна. А на ней ежата. Интересно, о чем они беседуют? Давайте подойдем поближе. Ты откуда, Непоседа? Запасались я к земле. Видишь ягоды на мне? Собирали их в лесу. Пять отнес, одну несу. Призадумался сосед, это много или нет? Ребята, давайте поможем ежатам сосчитать ягоды. Сколько ягод уже принес еж? Правильно, пять ягод. А сколько ягод еще несет еж? Верно, одну ягоду. Сколько всего ягод получилось? Молодцы! Молодцы! Правильно сосчитали. Шесть ягод. Давайте объясним ежатам, как получилось шесть ягод. Правильно, ребята. Мы к пяти ягодам прибавили одну ягоду. Получилось шесть ягод. Пять плюс один равно шесть. Продолжаем наше путешествие. В стране математика живут разные жители, и у каждого из них свой дом. В первом домике живут цифры. Но, кажется, у них не все в порядке. Слышите? Здесь какой-то шум и переполох. Все понятно. Оказывается, одна цифра забыла свое место в числовом ряду и переполошила всех соседей. Давайте поможем ей вернуться на свое место. Найди, какая цифра потерялась. Посмотрите на числовой ряд и скажите, какой цифры не хватает. Один, два, четыре, пять, шесть. Правильно, цифры три. Назовите соседей числа три. Верно, два и четыре. Назовите соседей числа четыре. Правильно, три и пять. Назовите соседей числа пять. Верно, четыре и шесть. Молодцы, ребята! Вы помогли цифрам найти свои места. Давайте посчитаем их по порядку и обратно. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, пять, четыре, три, два, один. Продолжаем наше путешествие. Подъезжаем к следующему домику. Он какой по счету? Правильно, второй. Здесь живут задачи. Три щенка, баловника, бегают, трезвятся. К шалунишкам три дружка с громким лаем мчатся. Сколько же всего друзей? Совершенно верно, шесть. А как это у вас получилось? Правильно, к трем щенкам прибавить еще три щенка, получится шесть щенков. Следующая задача. Ёжик шел по лесу шел. На обед грибы нашел. Пять под березой. Один у осины. Сколько их будет в плетеной корзине? Верно сосчитали. Шесть. А как у вас получилось шесть грибов? Молодцы! Правильно думаете. Если к пяти грибам прибавить один гриб, получится шесть грибов. Пошла курочка гулять. Собрала от своих цыплят. Два бежали впереди, четыре остались позади. Беспокоится их мать и не может сосчитать. Посчитайте-ка, ребята, сколько было всех цыплят. Верно, тоже шесть. Потому что двум прибавить четыре будет шесть. Молодцы! Все задачи решили правильно. В четвертом домике живут геометрические фигуры. Назовите, из каких геометрических фигур построен их домик и на какие геометрические фигуры похоже дерево. Верно. Домик построен из круга, квадрата, треугольника. Дерево из овала и прямоугольника. Ребята, вы обратили внимание, что в стране математика нет никакого транспорта? Давайте сконструируем автобус и подарим жителям этой страны, чтобы они тоже могли путешествовать. Для этого нам понадобится лист плотной бумаги светлого тона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Ребята, в стране математика очень интересно, но наше путешествие подошло к концу. Пора возвращаться домой. Занимаем места, автобус отъезжает. Мы едем, едем, едем в далекие края, читать от одного до шести и обратно. Повторили название геометрических фигур, сконструировали автобус для жителей страны математика. Мне было очень приятно путешествовать с вами. Надеюсь, вам тоже понравилось наше путешествие. До свидания, ребята! До новых встреч!